Приветствую друзья с вами репетитор и коуч Дмитрий в этом небольшом видео по writing и speaking на тестах английского для тестов английского я хочу поделиться с вами вкратце такой методологией или методикой как писать или говорить красивее и получать соответственно высший балл на дуолингу и всех всех этих тестах давайте сейчас рассмотрим в первую очередь письмо в письме проявляется больше всего но оно также перенесется у вас и на speaking просто там отдельный разговор на speaking все очень быстро происходит поэтому нету времени даже пары секундочек поразмыслить чего-то там поменять на writing есть поэтому мы сейчас о райтинге поговорим а потом вы подумаете я вас уверяю этот принцип можно перенести на speaking так вот это великий старый добрый принцип как бы украшение нашего эссе я в этом снимаю регулярно видео и кстати чем более технически я считаю полезное видео тем меньше просмотров знаете тут так срабатывает в общем чем более но на самом деле полезно чем полезнее но и технически богаче вот и ценнее тем меньше просмотром что люди не понимают итак повторюсь вкратце глубже это рассматриваю своих видео курсах дуолингу на 120 с плюсом дуолингу writing на 120 плюсом но имеющие ушки да услышит я думаю кто-то из вас это осознает и улучшит свой writing итак я открыл вопрос например на тесте дуолингу на райтинге давайте прочитаем ну то есть открыл случайным образом не специально никаких 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 я вообще не думал чему тут сейчас будем говорить о рады мост импотен колористы лук фори на фэнт экспэн вайдис колорезь ама импотенды на риск какие есть самые важные черты качества чтобы как бы искать в друге на русском не звучит на английском нормально объясните почему эти качества более важны то есть важнее чем другие итак у нас с вами я даже открыл вордовский документик часы вкратце вам подскажу может я уже недавно кстати снимал об этом так что простите меня если повторяюсь просто она настолько важно что вы просто себе многие большинство из вас просто не не осознаете насколько у нас два варианта с вами украшения наших эссе что имею ввиду украшение по сравнению с каким-то примитивным предложением например айсинк дэд май френд маст би он ист ну и точечка да за такое предложение вам поставят там половину максимал от пол максимального балла например в дуолингу 160 вам поставят там 80 ну может 85 это при условии отсутствия ошибок а если еще кучка то то все итак у нас два как же нам его украсить так чтобы оно выглядело серьезно у нас два с вами уровня что ли уровень давайте напишем номер один это самый такой высокий что ли это ну давайте их напишем натуральный 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 колокольчик может я не идеально на английском сформулировал натуральные словосочетания давайте даже допишем for educated для образованных for educated native speakers природные естественные словосочетания для образованных языка носителей как это познать постичь берем значит то он идем в youtube например вводим тут же не на каждую тему понимаете вы в комментариях найдете нормальные цены если будет какой-то современный что-то например там тренды тиктока там в основном будет комментировать молодежь 17 18 лет там они такое строчат что ну это нельзя назвать и educated native speakers нам такое на эссе не надо а вот например если вы введете если вы с ройса там ну по вылазит куча видео на английском о том как дядьки восстанавливать эти машины кайфуют балдеют соответственно там я вам гарантию даю в комментариях будет много значит комментариев от языка носителей возрастом 45 40 50 60 70 лет и вот там вот реально вы можете увидеть настоящий образованный язык носитель как он написал один абзац как раз где-то такой величины как на дуолингу на 6 с и вот что я имею ввиду там у него настоящие вот эти словосочетания я не буду сейчас вам приводить примеры я иногда это делаю ну ты что так может написать только языконоситель мы так с вами не напишем для того чтобы нам написать так как он написал нам нужно увидеть и неоднократно и запомнить это словосочетание для этого нужно читать много 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 образованных языконосителей чего почти никто из вас никогда не делает если вы напишите так как этот дядька комментарий в ютюбе вам должен быть по идее максимальный балл почитать вот ради интереса я вам привел пример машины это только одна сфера вы понимаете может быть как это там искусство ну то есть чуть чуть повыше уровнем и повторюсь не тикток там или не я не знаю не не татушки какие-то а что-то повыше чуть-чуть интеллектуально и так вот этот первый уровень ну как самый высокий мало кто из нас и вряд ли вы его сможете покорить на дуолингу а и так далее но у нас есть с вами второй уровень он немножко ниже но он дает нам все равно возможность получить хороший высокий балл давайте напишем better synonyms у меня недавно буквально я видео об этом снимал и я честно я не помню я вот это первое выложу или второе но неважно смотрите и то и то она вам пригодится лучшие синонимы все очень просто друзья так сейчас мы этот список как-то уберем лучшие синонимы в основном наша речь состоит с вами из не он существительные verbs глаголы и прилагательные adjectives adjectives естественно также у нас еще adverbs наречия но если внимательно посмотреть то мы увидим что но все-таки большинство этих наречий образовано от наших любимых adjectives с помощью суффикса ли ну там девяносто девять процентов соответственно если мы знаем с вами крутые adjective то мы уж как-то родим с вами крутые наречия для чтобы украсить глагольчики и так вот у нас смотрите noun nouns verbs adjectives такая формула nva давайте как-то запомним похоже на nba как национально-баскетбольная ассоциация да у нас nva noun verb adjective моя задача когда я вижу вопрос где на что-то вопрос сейчас так вот наш вопрос да смотрите у меня штамм на долинга 20 секунд на подготовку 5 минут на писанина вайлдс и в той фли все больше глобальнее но так от вас соответственно же ожидается и помощнее конструкции и побольше всего побольше но принцип то один и тот же и так вот я читаю вореноза я начинаю в уме это все за секунды задались ну к не за доли секунд запросилен существительных просто чтобы не можно наоборот там с глаголов но вот это nva 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 я вам советую просто существительные я смотрю какие тут у меня существительные смотрите qualities friend все вот это два ключевых у меня nouns qualities friend потом какие у меня глаголы тут практически нету ну потому что are там look for искать в друге но это же искать мы не будем все время писать в сэш то я ищу 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 прилагательные импотент 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 окей итак на моя вот это nva я просканировал у меня тут три важнейших слова это quality friend импотент моя задача теперь быстро в уме сразу же прикинуть вот я начинаю писать или еще не начал писать friend да друг давайте представим такие круги что ли как вот тезауросы есть такие толковые словари там мы пишем слово посредине например дерево вот тут у меня написано дерево а вокруг него такие смысловые кружки самый близкий кружок следующий кружок подальше третий кружок еще подальше четвертый там еще подальше ну я так условно эти слои такие вот этот ближайший кружок это слова самые близкие такие синонимы ну самые-самые-самые но у нас еще второй кружок если у меня не приходят на ум самые-самые близкие синонимы значит у меня второй слова которые ну вот они из этой же сферы но только вот ну не прям например вот мы берем друг friend какой к нему подобрать можно ли подобрать синоним самый-самый непосредственно допустим friend очень сложно к френду не очень подбираются да да не очень абсолютно но есть comrade товарищ если вы вспомнили хорошо comrade можно комрады пишется friend comrade так а что еще что еще можно acquaintance наверное давайте поместим его на второй на второй наш уровень так сказать ну удаленности acquaintance знакомый оно то не одно и то же но моя задача не как скажем вы понимаете алгоритму по барабану который будет вам проверять он же не знает вы действительно имеете ввиду знакомого или вы хотели написать друг а влепили знакомого итак смотрите за это за долю секунды у меня уже значит friend comrade acquaintance мелькнула хорошо мои мои вот эти кружки все я тут теперь verbs у нас тут мало в этом задании ладно пока verb заставляем но это не означает что мы их игнорируем например adjectives у нас тут с вами important а еще qualities о qualities да 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 смотрите существительное qualities что я могу сразу же первый уровень это features фичи и еще есть traits это тоже как бы первый уровень qualities features traits если я не вспомню обратите внимание что самое главное что если вдруг не вспомнилось мне от напряжения вот это features traits я представляю что у меня есть еще второй какой-то круг более внешний третий слова которые где-то дружат с вот этими может быть я вспомню какие-то словечки которые которые тоже классные например ну давайте так по философству значит quality feature trait это у нас есть предположим я не могу вспомнить а что у нас вертится какие концепции насчет qualities это вертятся вертятся характеристики о characteristics хорошо характеристики это даже можно опять таки в первые характеристики а что еще вертится фичи были характеристики были traits были attributes атрибуты о видите то есть оно всплывает атрибуты attributes может быть и так далее и так далее если я сосредоточенно думаю это все происходит за одну две три секунды тут не надо тут сидеть пять минут теперь я перехожу к этим же каких там у нас adjectives important сразу первое это у нас paramount критически важный crucial это то что мне взлетает сразу вы скажете мне не взлетает я понимаю ну хоть что то вам должно взлететь но не может быть чтобы вы знали только be do you have big small и смартфон important crucial paramount допустим не вспомнилась мне так как и что у нас еще вертится в парадигме насчет важности важности важные неважные важные критические важные весомые significant considerable промелькнуло промелькнуло хорошо significant considerable что еще вертится там critical критический да конечно ну и у меня там inalienable inalienable неотъемлемый хорошо ну такие то уже навороченные вы скажете я такого не вспомню хорошо inalienable хорошо провертелось да и наконец если с этим тоже проблема мы помним глаголы verbs никто не отменял то что их мало в вопросе это не означает что я их не буду в ответе употреблять какие у нас глаголы мы вспоминаем самый близкий такой наш первый круг насчет человеческих взаимоотношений ну вот тут это например ценить value appreciate благодарным быть и восхищаться значит to value to appreciate принимать благодарность to acknowledge ну это такие высокоуровневые слова классные хорошо я их постараюсь запихнуть в свои же несколько предложений предположим они не 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 всплыли но у меня есть такой второй более внешний уровень так а что у нас там насчет отношений подальше как бы ну например там встречаться любить ругаться да ok argue quarrel concur это когда мы соглашаемся agree concur consensus согласие это у меня всплыло насчет этот существительное да ну consensus хорошее слово consensus agreement так достигать reach an agreement хорошо ну вот смотрите чтобы я вас сильно не заморачивал вот эти слова которые он озвучил да nva nouns verbs adjectives в общей кучке у нас там допустим десять их ну десять да и все смотрите я начинаю писать свой великий творений вот вот я тут поехал я ля 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 но только же поехал я в медиа я помню эти свои нвей и я их обязательно вставляю обязательно и все у меня я украшаю свой эссе мне будет намного выше балл однозначно потому что я пишу не базовыми вот этими как в опросе или ну обычными знаете там бой, герл, лав, хейт, лайк, дислайк А у меня тут, понимаете, critical, paramount, там, relish, appreciate. Вы скажете, что у меня словарный запас ограничен. Я понимаю, постарайтесь. Кстати, я в своем этом видеокурсе рассматриваю, даю вам в нескольких видеоуроках, там специально вот эти, по моему мнению, самые распространенные существительные глаголы и прилагательные, которые мелькают в эссе, в темах эссе, и, соответственно, вот такие красивые синонимы. Это в Duolingo Writing на 120+. Он скоро, я его, как бы, опубликую. Вот, если вам не хотите его приобретать там и учиться, подумайте. Если у вас есть репетитор, то репетитора напрягите. Попросите вот этот принцип, чтобы он или она, вам, вы с ним написали, такие вот 10 красивых существительных, ну, 10, 15, ну, 20, не больше, потому что вы забудете. 10, 15, 20 прилагательных, 10, 15, 20 глаголов. На все случаи жизни вы не можете застраховаться. Но вы же помните, что у нас кружки, они, как я вам говорю, как тезаурусные эти кружки, вот, например, quality, вот в этом кружочке непосредственно у меня должны быть самые близкие к нему друзья синонимы. Ну, ведь у нас же есть, как волны идут, да, когда камешек бросили в воду, зыб пошла, пи-м-м. Второй слой, тут уже не такие близкие. Третий слой, совсем не такие близкие. Наконец, четвертый слой. Вроде бы они далеки от этого, но все-таки они, эти слова, имеют отношение к теме человеческих взаимоотношений. Окей, друзья, ладно. Я надеюсь, что вы меня услышали. Если кто-то недопонял, ну, действительно, посмотрите еще разок-два это видео, оно вам реально пригодится. Если вы примете, вы почувствуете принцип то же самое к спикингу, то же самое. Только там все быстрее в сто раз. Поэтому надо, как говорят, соображать надо, как говорят Монте-Карло, да, то есть там быстрее все происходит. Надо потренироваться. Окей, если, кстати, вам надо потренироваться по-серьезному, энергично и спасти свой балл, приглашаю вас на репетиторство ко мне. Почитайте отзывы на сайтах, ссылочка в описании есть, чего мы достигаем с учениками за 2-3-4 недели нашей подготовки. Видеокурсы я вам уже озвучил. Долинго на 120 с плюсом, он уже давно есть и радует кандидатов. И вот готовится Долинго Райринг на 120 с плюсом. Окей, друзья, я вас люблю, желаю вам успеха. Если есть какие-то разумные вопросы по теме, задавайте в комментариях, я с удовольствием отвечу. Окей, встретимся в следующем урочке.